Все меньше времени остается до того момента, как обновленная областная детская больница примет первых пациентов. Тем временем на сайте Минздрава Беларуси объявлен сбор средств для укрепления материально-технической базы строящегося объекта. Внести свою лепту в здоровье будущих поколений может каждый. Реквизиты благотворительного счета вы сейчас видите на своих экранах. О том, как продвигается главная медицинская стройка региона, о переходе на электронное здравоохранение и развитие региональной медицины. Актуальное интервью с начальником управления здравоохранения Гомельского облсполкома Игорем Барановым. Игорь Васильевич, основное внимание сегодня приковано к главному строительному объекту медицины. Это все-таки детская областная больница. Скажите, на каком этапе ее строительство, реконструкция? По плану Гомельская областная детская клиническая больница должна быть введена в эксплуатацию до 1 июля 2018 года. В настоящее время возведен неонатальный корпус. Идет строительство хирургического корпуса. Все практически в графике выполнения строительно-монтажных работ. Медицинское оборудование дорогостоящее, высокотехнологичное, будет приобретаться централизованно за счет ресуприканских средств. Иное оборудование, оснащение за счет как и средств отрасли здравоохранения, так и за счет средств областного бюджета. Поэтому значимый объект движется и недалек тот день, когда он будет введен в эксплуатацию. Когда он примет своих первых пациентов, скажем так. Ну а если смотреть в целом, как вы оцениваете оснащенность наших медицинских учреждений современной новой техникой? Медицинское оборудование имеет такой фактор, как срок эксплуатации, срок службы. И в принципе это правильно. То есть любое приобретенное оборудование должно иметь максимальную загрузку и работать там на благо своевременной диагностики и лечения. Поэтому с учетом этого фактора, естественно, оно требует ежегодного обновления. Ну и безусловно, чтобы стремиться хотя бы идти в ногу со временем, не отставать от современной медицины, европейской, мировой. Естественно, мы ежегодно нуждаемся тоже в значительных финансовых средствах для того, чтобы приобретать новое оборудование и обновлять оборудование, которое выработало свой эксплуатационный ресурс. Скажите, как обстоит эта ситуация в малых населенных пунктах, в районных центрах? Ну, тоже существуют определенные, скажем, сложности и определенная разница в организации и оснащенности медицинским оборудованием. То есть все равно по-прежнему нужно сделать какой-то серьезный анализ и сейчас больше меня волнует тема именно организации лечебно-диагнического процесса в амбулаторных условиях, то есть так называемая первичная звено, чтобы человек все-таки благодаря наличию как профессионально подготовленных медицинских кадров, так и необходимое медицинское оборудование, человек при обращении мог своевременно в кратчайший срок пройти то или иное обследование, потому что от своевременности диагностики зависит, естественно, и качество, и эффективность лечения. Насколько я знаю, к примеру, эндоваскулярные установки, которые позволяют проводить операции без наркоза, а для многих людей это проблема, они должны появиться вот в ближайшем будущем в каких-то районных центрах. Расскажите об этом. Да, первый межрайонный центр в 2018 году, который мы хотим привести в соответствие по развитию кардиопомощи населению, это Мозорский район. Планируется открытие кабинета эндоваскулярной хирургии на базе Мозорского района городской больницы. Ну и есть планы, то же самое, в общем-то, поработать в этом направлении для обеспечения большей доступности и населению, проживающему непосредственно в городе Гомеле. Игорь Васильевич, электронными рецептами сегодня уже никого, скажем так, не удивишь. Тема не на вам. Многие знают, что вот началось внедрение. Какие еще возможности этой сферы планируется внедрить в сферу медицины? Да, в настоящее время широко уже используется и не один год дистанционная форма обращений пациента за медицинской помощью, в первую очередь. Это касается амбулаторно-поликлинических организаций, то есть это интернет-запись на прием к врачу и к врачу-специалисту, в том числе, как взрослого, так и детского населения. Ну, электронный рецепт, как вы сказали. Ну, наиболее важная такая задача к 2020 году, в общем-то, вся система здравоохранения республики должна подойти к максимальной готовности к переходу на электронную медицинскую карту. То есть тоже для этого, конечно, требуются организационные, финансовые и некоторые технические дополнительные ресурсы, в общем-то, дополнительные для того, чтобы эта платформа заработала на уровне республики и каждый областной районный центр был, соответственно, оснащен технически для того, чтобы заработала именно электронная здравоохранение республики Беларусь. Что же, мне остается только пожелать, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь. Спасибо вам огромное, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо.